Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн и сегодня я снимаю вторую часть видео Ответы на ваши вопросы. Кто не смотрел первую часть, нажмите на вот эту картиночку Я очень рада, что вам понравилась первая часть видео и многие ждали вторую часть следом Но я затянула со второй частью, я не сразу как бы сняла такое видео Потому что у нас то одно, то другое, то погода ужасная У нас на самом деле сейчас ужасная погода, холодно, дома холодно Такая осень холодная на самом деле, я думала в Японии хоть немного будет теплее, чем в Казахстане в это время года Но оказалось нет, так же здесь холодно, чуть ли не снег идет Знаете, что самое ужасное, что сейчас со мной происходит, это то, что я поправляюсь нереально Я поправилась на 2,5 килограмма Мама постоянно готовит, постоянно Новая, свежая, горячая еда Она ем булочки, мучное, я себя ненавижу за это, девчонки и мальчишки На самом деле это ужасно Я уже не знаю, когда у меня закроется рот Когда я стала в бане на весы, я увидела, что на 2,5 килограмм поправилась У меня настроение упало И я теперь опять стараюсь меньше есть и худею В общем, кошмар Очень интересный вопрос вы мне задали И я буду сейчас на них отвечать Есть вопросы очень интересные, есть очень странные вопросы И давайте, поехали Если бы у тебя была машина времени, какой бы день ты вернула и почему? Я мечтала вернуться в то время, когда я училась в школе Но при этом я хочу все помнить То, что происходило до этого момента со мной То есть, чтобы я была умнее Не совершала многих ошибок Да, таким образом я изменила бы кардинально свою жизнь Есть ли у вас место, поразившее вас И куда вы хотите возвращаться вновь и вновь? Да, такое место есть Это Индия Мы опять хотим туда поехать Здесь в Индии я получаю вдохновение И меня это очень радует Во-первых, у них музыка классная Во-вторых, я постоянно знакомлюсь с какими-нибудь интересными людьми А творческими Есть ли у тебя любовник? Нет, нет у меня любовника Может быть, это и плохо Каково это быть таким красивым и популярным блогером? О, какой приятный вопрос На самом деле, я себя абсолютно не считаю красавицей И я себя не считаю популярным блогером Потому что есть намного популярнее меня блогеры В Казахстане, может быть, я и популярный видеоблогер Я, наверное, единственная, у кого больше 100 тысяч подписчиков Может быть, в Казахстане я популярная Но вот если брать все СНГ или весь мир То я, можно сказать, микроб Красавица я себя абсолютно не считаю Иногда я себе нравлюсь Иногда я себе не нравлюсь в зеркале Я просто считаю, что у меня есть харизма И за счет этой харизмы я нравлюсь, может быть, людям У меня большой нос У меня торчат уши У меня толстая жопа Я слишком высокая, метр восемьдесят И когда я надеваю шпиляки 10 сантиметров Я этого не стесняюсь, конечно же Но когда я их надеваю Я становлюсь просто мутантом, гигантом И на меня всего так смотрят и говорят Какая же ты высокая А сейчас, находясь здесь в Японии Каждый человек мне говорит Ооо, какая ты высокая Японцы мне показывают Ооо, я говорю Ооо, боже, да, да Боишься ли ты стареть? Ну, конечно, боюсь я стареть Чем старше ты становишься, тем чаще ты смотришь на себя в зеркало И замечаешь что-то новое на своем лице Какая-нибудь там морщиночка То мимическая морщиночка становится немного глубже То еще что-то, то еще что-то, то еще что-то Какого ты роста и стеснялась ли ты его в детстве? Вот как раз продолжение, да У меня метр восемьдесят рост Да, я стеснялась своего роста Потому что я встречалась с парнем, который ниже меня ростом Я постоянно сутулилась И из-за этого я до сих пор сутулю На самом деле я считаю, что высокие девушки Это очень красивые девушки Я считаю, что девушка не должна стесняться своего роста И должна носить каблуки Потому что я знаю реально очень высоких девчонок Которые выше меня И они надевают спокойно каблуки 10-15 сантиметров И абсолютно этого не стесняются Ходят с ровной спиной С поднятой головой И такие красотки, вот серьезные мужики По ним просто сутся Какие у тебя ассоциации с Ближним Востоком Как ты относишься к мусульманам? С Ближним Востоком у меня никаких просто нет ассоциаций Потому что меня это не касается И я об этом не думаю А к мусульманам отношусь отлично Потому что у меня папа мусульманин Вообще-то, вы че? Ты хорошо поешь? Нет, у меня есть видео Мои музыкальные ассоциации Можете посмотреть, как я пою Носила ли ты брекеты? Нет, я не носила брекеты Но у меня есть подружка Она носит сейчас брекеты Абсолютно спокойно ходит в брекетах Не стесняется У нее такие брекеты полупрозрачные В принципе Но зато вы будете с ровными зубами Через год или через два И я считаю, что этого не нужно стесняться И пофиг на этих девчонок Которые пальцем показывают, что у тебя брекеты Или пофиг на бестолковых парней Которые говорят Супер, смотри, у нее брекеты Как с ней целоваться Вообще не парьтесь Не обращайте внимания Походите в брекетах Два года пролетят незаметно Дальше вы снимите У вас зато будут идеально ровные Красивые зубы А у них у всех уже сгниют А почему нельзя с татуировками в баню? Я знала, что вам будет интересно Почему во многие японские бани Не пускают людей У которых есть татуировки Вы, наверное, слышали про такую мафиозную группировку Якудзи, да? Они все татуированы С ног до головы И это испокон веков Это у них все У японцев сформировалось Сложилось у них где-то в мозгу То, что если ты с татуировкой Значит, ты якудзо Мафиозник И они, некоторые бабушки До сих пор боятся людей У которых есть татуировки Но, конечно же, молодежь уже современная Им пофиг, да? Они вообще не обращают на это внимание Они сами себе делают татуировки Девчонки, мальчишки татуированы Хоть Но именно вот остались бабушки, дедушки Которые боятся людей с татуировками И из-за этого во многие бани Не пускают татуированных людей Потому что бабушки или дедушки их боят И на самом деле Они прям могут вас выгнать из бани Если вы даже спрячетесь Закройтесь там полотенчиком Многие прикрываются там У кого на руке У кого на пояснице Полотенчиком Прикрывают татуировку И спокойненько прячутся Вот так В бассейн залазят И никто не видит Но если увидят Вас тут же сдадут Сами же японцы Быстро пожалуются И к вам прям прибегут туда В парилку И скажут Извините, нельзя татуировка Выходите Вы даже не успеете помыться Вас скажут вам Покинут помещение И даже если вы там выйдете Оденетесь И захотите посидеть Чай попить Да, они скажут Нельзя даже чай попить Все, уходите Из нашей бани И прямо на улицу У вас выгонят Это что касается Именно больших бань Больших А если уходить В такие маленькие баньки То туда можно С татуировками Там нету Вот этих вывесок И так далее Женечка Не хотелось бы тебе Постричь покороче Свои шикарные волосы Тяжело ходить С такой длиной Вообще не планируешь Перемен с перческой Заранее спросила Я немного подстригала Свои волосы Где-то месяц назад Ну, наверное, на сантиметров 5 Мне их просто Ну, кончики убрали Да, иногда я смотрю На смену девчонок У которых были длинные волосы И они подстригли Волосы под коре И у меня тоже руки чешутся Так, думаю Блин, охоро Охоро Нет, Женя Ты очень долго добивалась Того, чтобы отрастить волосы Успокойся Успокойся Еще придет время Волосы на зубы В принципе отрастут Я знаю Но придет время И я подстригусь покороче Я думаю Если я буду подстригаться Все-таки я решусь То я буду сразу Коротко подстригаться Даже не под коре Может быть, как-нибудь утык Твое образование, профессия И планы на дальнейшую деятельность Образование у меня высшее Я училась в Ниазе На документоведа И консульская служба Вот представляете, да? Абсолютно Как-то не клеится блогерство И документовед В общем, я ни разу не работала По своей специальности Так получилось Но вот такая у меня Странная специальность Но я планирую развивать свой канал Потому что это Очень интересное занятие На самом деле Заниматься блогерством Это очень интересно Привет Есть ли дружба на YouTube? С кем из блогеров поддерживаешь Теплодружеские отношения? Часто ли узнают Подходят подписчики? Спасибо Дружба на YouTube Есть 100% Я общаюсь со многими девчонками И мне очень приятно В какую страну Я бы не прилетала Всегда найдется какой-нибудь блогер Который хочет со мной встретить Я лечу в Москву Или лечу в Киев Девчонки, блогеры Пишут мне, что Джейн, давай встретимся И мы общаемся С некоторыми девчонками И с блогерами Мы общаемся только онлайн Потому что Живем вообще на разных полюсах Например, с Анечкой Мисс Эн Эш Очень близко общаемся Я ее просто обожаю Мы даже снимали совместное видео И с девчонками из Москвы Катей, с Дашей, с Никой Мы вот хорошо прям пообщались И с Киева, с Нафи С 999 И с Еленой 864 Познакомилась Я их просто обожаю Такая умничка Такая хорошая девчонка Что за камушек у тебя на лице появился В предыдущих видео У меня камушек под глаз Самовыражение Иногда люди что-то с собой делают Там красят волосы в зеленый цвет Ногти там разноцветные Камушек под глаз клеют Два камушка Вот так прикольнуло Я не знаю Захотелось нацепить Просто и все Модно так в Японии тоже ходит Наверное, глупый вопрос Но мне любопытно Почему ты сменила никнейм? Помню, ты рассказывала Что Кун Это кусочек твоей девичьей фамилии Потому что многие стали думать Что у меня муж кореец Ну, потому что я Женя Кун И меня на самом деле Не привлекал тот кусочек Я поэтому решила поменять Теперь я просто Женя Гейль Женечка, привет Ты уже писала вопрос Планируешь ли ты создать Третий канал о путешествиях? Спасибо Друзья, на самом деле Это сейчас очень тяжело Потому что нужно удалять Свои, получается, старые видео Которые набрали очень много просмотров А за счет того, что много просмотров Видео, оно как бы в рейтинге В таком хорошем И его многие-многие могут найти быстро Это классно Я хочу, чтобы мои видео Посмотрело много человек Потому что они у меня как бы полезны Я с душой снимаю все свои влоги Особенно видео про путешествия И вам они все нравятся Поэтому все будет на одном канале У меня просто есть отдельные плейлисты Вы можете зайти, посмотреть плейлист Просто о путешествиях И там все мои видео о путешествиях Расскажи, как ты смогла отрасти челку? Очень хочу отрасти И терпения не хватает Я просто ее не подстригала И когда она у меня несуразная Уже ни туда, ни сюда Я убирала ее заколочками вбок Там как-то маскировала Там при помощи разных заколок Как-то вот так, вот так Женя, ты бы снялась в главной роли Для фильма «50 оттенков серого»? А, да! Если бы ты была дверью, куда бы она вела? Эта дверь бы стопроцентно вела В какой-нибудь сказочный мир Где есть феи, единороги Я очень много фантазирую У меня очень много фантазий в голове И если бы я была бы дверью Она бы открывала в сказочный мир Это 100% Женя, ты работала визажистом Нет ли желания открыть что-нибудь свое? Думаю, у тебя хорошо получилось Люблю тебя и твои видео Фанаты из Алматы Очень приятно, спасибо У меня была один раз такая мечта Открыть собственный салон красоты Но пока у меня нет возможности Нет только денег, да? Чтобы открыть классный салон Ну и во-вторых, я не знаю Есть ли смысл открывать что-то в Алматы Потому что я не уверена, что мы там будем жить Может быть мы будем жить в другой стране Поэтому открывать что-то в Алматы Мы уже не планируем Привет, Женя Веришь ли ты в потусторонней силы? Обращалась ли когда-либо к ясновидящим, экстрасенсам, гадалкам? Какое-то отношение к этому заранее? Спасибо Честно сказать, я верю в привидения В разных чудовищ Мы прилетали три года назад к бабушке в деревню В Украину И пришла соседка Галюха Ее вовсе зовут Помню, она нам рассказывала, что у них чупакабра есть В селе И по ночам она ест кур, там чупакабра Да, такая страшная зверюшка Я помню, я с открытым ртом ее слушала И мне было так интересно Я так ей верила Ну, я знаю, сколько-то правда Это чупакабра прям эти клетки разрывает Верю Я хочу сказать то, что один раз Кстати, это была моя последняя гадалка Больше я, наверное, никогда в жизни не посещу гадалку Потому что она мне нагадала Правду, реально Она мне нагадала, что я встречу мужа Какого мужа я встречу Она его полностью мне описала Хотя я вообще представлялась по-другому своего мужа И когда я встретила своего мужа Я просто обалдела Я вспомнила слова гадалки И я первый раз удивилась И я всем своим подружкам сказала Представляете, вот помните, помните Она мне нагадала Так вот, это все сбылось И с тех пор я не хожу Потому что я очень боюсь Теперь я боюсь, что мне скажут Я не хочу на самом деле Больше ничего знать Все Это все, ребятки Я закончила отвечать на ваши вопросы Конечно же, я ответила не на все вопросы Я просто опять не хочу, чтобы видео получилось слишком длинным Поэтому я сниму третью часть Ответы на ваши вопросы Только немного попозже Потому что сейчас хочу немножко другие видео поснимать Если вам понравилось это видео То обязательно ставьте лайки Задавайте, может быть, новые вопросы под этим видео Всем спасибо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok